Приветствую вас, и как бы, ну вот, то что я увидел в вашем вопросе, да, так это то, что вы жалуетесь на маму, вы обвиняете в том, что, условно говоря, нужно сделать силы к вам, да, то что нам нужно провернуть к вам и так далее, да, я обвиняю вас. Вот, и поэтому у вас есть на неё обиды, которые, я полагаю, вполне естественны, вполне нормальны. Вот, и, как бы, вопрос, который я хотел вам задать, да, он, наверное, ну, будет звучать следующим образом. Помощь, э, в чём вы хотите, э, для себя, вот, э, вот, помощь какую, какую помощь вы хотите, для себя опять же, вот помощь какую вы хотите. Вот, вы говорите, хочу помощи, совет по, помощи всему совету, совету, во чём, вы хотите. Э-э, совету по поводу чего вы хотите. То есть, ну, у вас есть обид на маму, в первую очередь эти обиды вам, условно говоря, мешают в первую очередь, это обид. Это в первую очередь. То есть вам мешают. И работать нужно в первую очередь с обидом. То есть, ну, вырезать их, вытащить их, проговорить, отпустить. Право, право бороться. Второе, это вообще ожидание. Мама, что-то, как бы, то, что вы от нее сделаете, ну, то, что вы сделаете своей мамой. Вот. Какая-то такая, какая-то такая, здесь есть позиция, условно говоря. Что, я жду от мамы одного, я жду от мамы, что она будет одной. Она-то, как бы, на самом деле, немножко другая. Вот. Она, как бы, на самом деле, там, немножко по-другому вообще, вообще, на другое вообще ориентируется, да? Вот. И другого вообще хочет и в другом направлении вообще действует. Словно говоря. Вот. А вы продолжаете, там, ну, грубо ждать от нее, вот. Как, ну, с того, что она там изменится, того, что она будет в тюсбаках для ночи и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д., и т.д. Следующее, это то, как вас задевает, как вас задевает поведение мастера, да, как на вас влияет, то есть её поступки, её слова, её действия, да, вот, так это будет такой достаточно важный нюанс, как влияет конкретно, то есть как вас задевает вот то, что она вам говорит какие-то вещи, как вас это задевает, как вас это напрягает, как это конкретно воздействует на вас, постарайтесь на это ответить, это важно, это очень важно. Следующий момент, это личные границы, то есть условно говоря, между вами и вашей мамой, да, нет личных границ, вы ссоритесь друг на друга, вы ссоритесь друг с другом, обижаетесь друг на друг на друга и так далее. Это тяжело, мягко говоря, тяжело. Любому человеку было тяжело, не только вам, вот. Ну и как бы на это накладывается, возможно, какая-то вот ваша, может быть, неуверенность в себе, ваши, может быть, страхи, сомнения в себе и так далее. Может быть, я не знаю, это пока только предположение я не понимаю. Понимаете? То есть как бы идея здесь, она у меня такая. Последняя. Это личная ответственность, в которую вы, такое ощущение, что не берете на себя, вот. То есть, то, всё то, что вы, вы делаете, всё то, что вы делаете, вы делаете, потому что вам так кажется правильным. Не потому что вас вынудила мама или кто-то ещё, а потому что вам так кажется правильным. Вам так кажется верным, вам так кажется нормальным. Вот. Это ваше решение. А вы обвиняете свою маму в этом. Да. Безусловно, ваша мама, она где-то прогибает палку. Это верно. Но мы не знаем её мотивы. То есть может быть её мотивы связаны с тем, что она в какой-то степени ревнует, что у вас появился парень, а у неё, я так понимаю, мужчин нет, и она не хочет или боится вас отпускать. Это довольно часто такая вот ситуация. К сожалению. Лучка. То есть вы не очень хорошо знаете её мотив. отдаёт себе отчёт в том, к чему она стремится, чего она хочет, что ей нужно. Вот. А уже принимаете на свой счёт то, что она говорит. Ну, судя по тому, с какой готовностью вы принимаете на свой счёт то, что она вам говорит, я бы сказал, что вероятно она отражает ваши уже имеющиеся представления о себе какие-то. Вероятно она уже отражает вам то, что вы раньше о себе думали, то, что вы раньше о себе подозревали, то, чего вы раньше боялись. Возможно. Вот. Конечно, это неизвестно ещё и нужно это, как бы, ну, подтвердить эту гипотезу. Вот. А подтвердить гипотезу, что это, условно говоря, именно так, а не иначе. Потому что, ну, если это так, то хорошо, если это так. Я могу ошибаться. Могу быть не прав. Не прав. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Дальше. То, что вы плохая для своей мамы. Ну, я думаю, что немножечко речь не об этом. Что вы плохая для своей мамы. Я думаю, что вы принимаете её оценку в себя. То есть, вы берётесь за основу её оценку вашу. Её оценку считаете самой правильной, самой верной, самой адекватной. И, естественно, вам хочется, естественно, вам хочется вырвать у неё, ну, вот, там, хорошую оценку себя. Да, естественно. Вот. Хотя, может быть, вы, в какой-то степени, да, знаете, что это не нормально. Вот. Ну, понятно. Вы, в глубине души знаете, что это было. Он всё равно пытается это сделать. Вот. Вот. Такой ответ я могу вам дать. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Удачи. 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 Продолжение следует...